Трагедия в Измаиле. 24 сентября около 2 часов ночи во время пожара в частном доме погибла журналист местного телеканала Татьяна Дройчук. Ее удалось опознать только по цепочке. Огонь уничтожил помещение, стены и крышу на общей площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Отмечу, в марте этого года Татьяна отпраздновала свой юбилей. Женщине исполнилось 60 лет. После досрочного завершения скандальной сессии городского совета прошла почти неделя, а дату ее возобновления так и не назначили. Напомню, 20 сентября во время заседания депутатов митинг под стенами муниципалитета перерос в беспорядки. Активисты требовали отставки Геннадия Труханова и пытались попасть в здание, но их, вопреки закону, не пустили. Завязалась потасовка с правоохранителями, пострадали как митингующие, так и журналисты. В итоге мэр объявил бессрочный перерыв и депутаты вместе с чиновниками покинули горсовет. С тех пор руководство города молчит и не дает никакой информации насчет новой даты проведения сессии. Я думаю, что это связано с тем, что боятся, предубеждают, возможно, опять такие ситуации, при которых общественность захочет все-таки получить ответы, пообщаться с мэром города. И я думаю, что сейчас данная ситуация с тем, чтобы как раз снивелировать и смягчить данную обстановку. Отмечу, в повестке было 60 вопросов, но проголосовали только за три. Скандальные решения о миллиардном кредите и теплоснабжении города так и не приняли. Программа энергосбережения, которая должна была приниматься на этой сессии, которая очень сырая и, опять же, без ответов на многие вопросы. Очень много опять вопросов коммунальной властности отчуждения, земельных вопросов, опять достаточное количество. Очень много вопросов. Вот это основные такие резонансные вопросы, на которые, собственно, нет ответов. Ну и, собственно, общественность хотела получить ответы на вопросы, связанные с трагедией Виктории. По словам депутата, чиновники пытаются успокоить общественность после трагедии в лагере Виктория. Возмущенные родители требуют проверок и реконструкции учебных заведений, в которых учатся их дети, с просьбой обратить внимание на сад номер 267 выступила мама девочки, которая недавно пострадала во время падения. Ребенок споткнулся, разбитый на территории сада асфальт и упал, разбив лицо. Подробности у Татьяны Милинко. Здесь большую часть времени проводят дети дошкольного возраста, пока их родители на работе. Разорванная сетка, разбитый асфальт. На территории сада номер 267 расположен и заброшенный бассейн. Он открытый, он в очень плохом состоянии. Любой ребенок может упасть туда. Воспитатель, у него одна голова, две руки. И поймать 15 детей или уследить за всеми одновременно, в принципе, достаточно сложно. Поэтому даже это тоже нужно как-то обезопасить. Родители взывают к справедливости. Правда, пока что только на словах. Говорят, в прошлом году на ремонтные работы здесь выделили около двух миллионов гривен. Но в самом саду эти деньги не увидели. Почему-то родители не обращаются ни в какие инстанции, не требуют хотя бы того, что должен делать мэр города, бюджетные организации, на балансе которых находятся детские сады. Ирина – мама воспитанницы этого сада. Она одна из немногих, кто решился говорить вслух о многочисленных проблемах. Пару недель назад Ирина пришла забирать своего ребенка и увидела малышку вот в таком виде. У моего ребенка была очень сильно разбита губа. Просто она вспухла в пять раз. И не было зуба. Передний зуб, он просто вылетел. Как мы потом сразу же поехали к стоматологу, сделали рентген, зуба не было. Он не надкрошился, не отломался. Он просто навсегда вылетел. Особо болезненная тема сегодня – пожарная безопасность в детских учреждениях. Я не видела в этом садике никаких средств пожарной безопасности. Возможно, не обращала внимания, но на голоса мне не бросился ни один баллон, который должен в принципе висеть на видном месте. Заведующая детским садом отказала нам в общении. Стоит отметить, что весьма вежливо. Извините, пожалуйста, у вас есть разрешение на съемку? За кадром женщина объяснила, на ремонт пока не хватает денег. К ней претензий в этом вопросе нет. Она ждет финансирования вместе с родителями. Правда, вот зима ждать не будет. И дети тоже. Мой ребенок ударил, выбил зуб, а чей-то ребенок, не дай бог, ударит головой, виском. И что потом будет? Смерть будет. Да, компенсация. Но это не вернет в жизнь ребенка. Татьяна Милимко, Елена Ионова, Виталий Кононов. Седьмой канал. Вопрос застройки Нижнеднестровского национального природного парка стал ребром. Оказалось, там нет ни зарегистрированного собственника, ни паспорта на землю, ни правоустанавливающих документов. В департаментах экологии и архитектурно-строительной инспекции больше двух месяцев пытаются приостановить застройку, но пока безуспешно. Максим Степанов возмущен работой подчиненных. Если я сказал, что там будет наведено порядок, там будет наведено порядок. С вами, або без вас. У меня такое ощущение, что вы иногда приходите на аппаратные нарады, чтобы просто галочку поставить. Все, отбув. Председатель Одесской ОГА поставил новые сроки. Неделю считает, этого времени достаточно, чтобы найти механизм урегулирования вопроса. Я считаю, это недопустимо. Моя личная позиция, что если нет собственника, если нет ни одного документа на какой-то объект, никого там не существует, можно принять, что это мистика, что это как-то появилось непонятно как, что не существует соответствующего человека, это можно просто взять и снести. Напомню, в Нижнеднестровском природном парке строительство строго запрещено, но на берегах реки вовсю возводят здания. Укртелеком обяжут отремонтировать детсад и передать его городу. Такое решение приняли в мэрии после проверки территории дошкольного учреждения на улице Варнинской, 12-6. Нужно встретиться с руководством Укртелекома, вместе мы с вами встретимся, по поводу дальнейшего использования вот этой территории. И, естественно, здания, может быть, действительно передадут коммунальную собственность, и мы можем дальше его реанимировать как детский сад. С явным запозданием вспомнили и о курортной зоне, чиновники провели подводную инспекцию одесских пляжей. Благоустройство траверсов и бунт признали некачественным. 60 локаций, 22 участника и одна онлайн-карта. На выходных в городе прошел уникальный квест, которому нет аналогов ни в стране, ни в мире. Его главная задача — сохранить проблемные памятники архитектуры. Как все происходило, расскажет наш корреспондент Назар Бурхан. Раз, два, три. Ребята, погнали. Правила просты. Участники делятся на пять команд, каждая из которых получает список проблемных сооружений города. Идея квеста будет убийство, расследование убийства. Собственно, каждые 10 минут последующие командам будут выдаваться загадку. Точнее, подсказка к загадке, которую они должны будут в конце решить. И потом уже будет подсчет времени, если они решат загадку. Для каждой локации разработали специальную гугл-форму. В нее участники вносят информацию о состоянии здания. Дальше мы собираем эти данные, смотрим на то, что сохранилось, какие здания сохранились в лучшем или в худшем варианте. Мы собираем, выбираем некоторые здания, которые с исторической точки зрения, с точки зрения культурного наследия представляют какой-то интерес. И уже выбираем из них, какие здания мы будем сканировать. И на каком примере мы будем делать этот самый паспорт фасада. Как утверждают организаторы, основная цель – это обратить внимание общественности и власти на ветхие здания в историческом центре города. На самом деле актуальная проблема, потому что очень много туристов, которые приезжают в Одессу, они замечают, что Одесса не ухожена, Одесса не занимается, и многие памятники архитектуры, они разрушены. Организаторы и участники квеста надеются, что работа проделана не зря. И городская власть все же услышит одесситов и займется проблемными памятниками архитектуры. Назар Бурхан, Алексей Филиппов, Седьмой канал. 365 взрывателей, больше 2000 патронов и три снаряда калибра 75 мм подняли спасатели со дна Черного моря в районе Лебедевки. Боеприпасы времен Второй мировой войны находились на затонувшем немецком корабле «Теодорих». Водолазы-саперы в течение двух дней проводили операцию по подъему и транспортировке снарядов. Впоследствии их уничтожат. Зоозащитники приглашают одесситов на марш против жестокости и эксплуатации животных. Стартует шествие 15 октября в 12 часов дня от памятника Утесову. Неравнодушные горожане вместе со своими питомцами пройдут по Дерибасовской улице к оперному театру. Основным посылом этого марша является наш общий, всеобщий выход в борьбе за права животных. И донесение обществу идей о том, что борьба за права животных является неотъемлемой частью борьбы за права людей и за будущее страны. Совсем недавно водили по городу Одессе слона. Это вообще дикость какая-то, это безобразие, реклама цирка. Я не знаю, кого вообще мы хотим, чтобы вообще в Одессе не было цирка с животными. Вспоминая о народном любимце, родители Андрея Кузьменко презентовали в детском лагере «Молодая гвардия» новые книги. В них истории из жизни музыканта и рассказы коллег по цеху. Все подробности знают наши корреспонденты. Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич приехали в Одессу, чтобы представить новые книги о сыне «Моя дорога птаха» и группа «Скрябин. Друзья по сцене». Обе написала мама Кузьмы. Группа «Скрябин» и «Друзья», так она, как есть, название, так она и присвячена группе «Скрябин» и тем друзьям, которые работали с ним на сцене. Было очень интересное отношение людей к Андрею. Ставление к его. Очень интересных вещей я прочитала даже для самих себя. Моя дорогая птаха, ну то в таком было тяжком стане, что наш кардиолог-ликорд дала ей зошит, ручку, каже, пиши, молюй, что-нибудь, только отвлекайся от этих тяжких думок. От грустных мыслей отвлекают не только книги, но и фанаты Кузьмы Скрябина, в том числе и юные. Скрябин – это очень талановитый спевак. У него очень много песен, которые имеют очень глубокий сенс. У своих песенов он раскрывает очень важные такие людские качества. Он показывает, что доброе в человеке и какая она вообще. Мне больше из его песен «Это подобается мама». Потому что чем ты взрослешься с каждым роком, ты понимаешь, что мама может скоро не стать. И есть моменты с моими родными, с мамой нужно сохранить. Воспитанники детского лагеря «Молодая гвардия» расспрашивали о жизни музыканта. А еще подготовили настоящий сюрприз – памятный концерт. В планах у Ольги Михайловны еще несколько книг о творческом пути Кузьмы Скрябина. Назар Бурхан, Виталий Кононов, 7 канал. Пока это вся информация, больше новостей смотрите уже в следующем выпуске в 18.00. Ну а следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-3226. Субтитры создавал DimaTorzok